9 января 2019 года. День, когда организм испытывает настоящий стресс. Многим вернуться к привычному ритму жизни сложно. Это проблема, о которой говорят даже психологи. У людей у всех есть определенные ожидания. И когда они уходят на эти каникулы, все надеются на какое-то чудо новогоднее. Но чудо в основном не происходит стандартно, поэтому разочарованные, еще и объевшиеся, некоторые перепившие. Готовиться к трудовым будням нужно заранее, говорит Алла Лобанова. Дня за три перестать много есть и пить, поутюжить рабочие костюмы и попытаться встать по будильнику. По словам психолога, многие люди просто разучились отдыхать. Барнаульцы же, которых мы сегодня опросили на улице, новогодние каникулы в большинстве своем провели с пользой. По большому счету новогодние праздники идут для кого? Для бюджетников долго, кто работает в формате. А большинство людей, у нас все магазины работают, все работает. Тут, мне кажется, большинство людей работают в новогодние праздники. Чем вы занимались, если не секрет? Если не секрет, ну, если не секрет, вязала, вышивала, занималась своими любимыми делами. А что делать тем, у кого нет любимых дел, а выходные есть? Очень плохо. Что плохо? Длинные? Длинные. Ага, то есть заняться нечем? Нет, тяжело их переносить. И заняться, в принципе, тоже нечем. Количество обращений за помощью к врачам в новогодние праздники увеличивается на 30%, говорит главный нарколог края Андрей Иванов. И основная причина – отравление алкогольными напитками. Попытаться переболеть, если чувствуется какой-то дискомфорт, но не пользуйся советом, лечи подобное подобное. И врачи, и психологи советуют выходить из новогоднего состояния постепенно и не забывать, что жизнь сама по себе праздник. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости.